Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию не только для зимней рыбалки, но очень уловистая приманка практически для круглого года. Это мокрая мушка, собирательный образ. Трудно ее как-то классифицировать, к чему она больше относится. Но давайте в процессе изготовления я изготовлю, а вы уже потом сами разберетесь. Нам необходимо или красная, или оранжевая. И любая бусинка. Если, допустим, ее нет, мушку можно изготовить, потом головку сделать из люлекса. Материалов нам понадобится совсем-совсем-совсем немножечко. Я огрузил свинцом 0,25 и не крепил его на клей, для того, чтобы вам показать, в каком месте мы должны с вами остановить огрузочку. Вот приблизительно в передней части мы огрузили с вами. Немножечко еще промажем клеем наш свинец. Если нет у вас свинца, можно использовать медную проволоку. Медная проволока точно так же, вот как я вам покажу, так же на нитке, пожалуйста, вот можно выполнить сколько вы захотите, определенное количество витков, и вы ее огрузите. Нить понадобится нам черная, хорошего качества, ровница, потому что эта нить у нас будет с вами формировать тело. Мы должны с вами аккуратненько прихватили нить. Для изготовления тела мы будем использовать еще люрекс. Я взял небольшой кусочек вот такого голографического красного, так как я буду изготавливать в строгих таких тонах, которые уже проверены. Черная и красная. Крепим наш люрекс и проматываем почти до начала загиба. Вот где-то в этом месте мы останавливаем. И с помощью нашей нитки мы начинаем формировать тело. Промотали хорошо ниточкой, и теперь нам необходимо с вами совсем-совсем немножечко нанести вот так пару капелек лака для того, чтобы закрепить наш люрекс. И так как я изготавливал определенные нимфочки для зимней рыбалки с таким более частым шагом просегментируем просегментируем наше тело. Не доходим немножечко до нашей бусинки. Здесь окончательно крепим наш люрекс и удаляем и нить и наш люрекс. И теперь у нас наступает такой момент, где в принципе-то каждый волен выбрать для себя сам, как ему лучше изготавливать эту мушку. если у вас имеется как я уже показывал вот такой клей для вайдерсов можете использовать его, но учитывая то, что мы работаем где не у каждого есть такой клей, а лак можно найти, поэтому я буду свою мушку вот так скрывать аккуратненько лаком. не торопимся так, чтобы не было бугорков, лак наш хорошо проникал во все углубления. Много не старайтесь наносить, так как это будет не совсем симпатично. Лучше несколько раз потом промазать, когда у нас лак впитается. Вот мы сделали такую конструкцию и теперь нам необходимо друзья, чтобы она подсохла и потом продолжим. Лак наш уже подсох, можно дальше продолжать работать с нашей мушкой. Если вы будете изготавливать понятное дело большее количество, то спокойно можно сделать заготовочки. Теперь нам для пушки понадобится, вот если вам видно, вот такое перо или вот такое перышко. Это скальпы курочек. Я подготовил небольшое такое перышко. если если у вас имеется допустим черное или какое-либо другое перо с шеей курицы, очень даже это будет хорошо, но желательно, чтобы длина наших бородок соответствовала величине нашего крючка. Подготавливаем перышко и крепим его вместе с ниткой там, где мы закончили с вами изготавливать тело. В качестве каких-либо других украшающих элементов можно допустим взять еще закрепить или с гривки золотого фазана натурального крашеного. То есть здесь фантазия довольно-таки большая. Крепим наше перышко. Учитывая длину пера берем перодержатель и мы с вами ровно 2-3 оборота вы будете уже смотреть по своему перу сколько у вас выйдет и остатки аккуратненько отрезаем. Для того, чтобы мушка имела у нас завершенный вариант, нам необходимо сделать на спинку как крылышки. Можно изготовить вот у меня есть остатки селезня или древесной утки. Если у вас имеются как у меня немножко такие бракованные перышки флюо. то есть если у вас будет желание можно использовать любое перо вплоть до того, что остатки таких черного или же как я вам уже говорил сделать покрывное небольшой вырез из фазана как вам будет удобно. Подготавливаем площадочку и берем совсем немножечко подровняем чтобы они у нас были по длине одинаковые перышки я не отрываю отрезаю примеряем длину нашего крыла оно должно быть до слегка заходить за край нашего загиба и здесь притяжной петлей крепим подровняли в данный момент немаловажным моментом есть то, что нам необходимо вот так взять и рассредоточить наше перышко сверху ноготочком прихватили остатки удалили х напрямую прихонаван при намокании у нас будет создавать иллюзию и лапок и крылышко то есть достаточно Достаточно симпатичная выйдет мушка. Для завершения нам необходимо теперь нанести капельку клея на нашу нить и сделать завершающий узел. Как вы видите, такая довольно-таки симпатичная, но уловистая мушка. Пробуйте в разных вариантах, как вам будет удобно. Еще, допустим, могу сказать вам сразу, что в цвете шартрес, если изготавливать тело, тоже достаточно уловистая приманка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.